И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, то пройдите, пожалуйста, по ссылке в описании. Сделайте заявку, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, сейчас я открою наш эфир, чтобы я мог видеть комментарии. Если вы смотрите в прямом эфире этот урок, то напишите, пожалуйста, комментарий, что вы меня видите, а также, что вы меня слышите. Итак, у нас сегодня год радости. Пятое занятие, очередное пятое занятие. Жду, пока народ потихонечку подключается. Я чуть-чуть пораньше вышел, чтобы, зайдя на страницу, люди не впадали в панику. Где же у нас эфир? Где же у нас эфир? Да вот же он, вот же он. Давайте-ка я его закреплю. Чтобы он здесь был для каждого. Ну что, убрали родителей от экранов своих? Сегодня будем про жопу говорить. Что я, возможно, несколько раз произнесу это слово во время эфира. Будем говорить про управляемую и контролируемую жопу. Так, да, у нас пятое занятие уже. Вот те, кто проходили практическую магию и год денег, у нас там был такой режим. Мы там 4 темы, я давал какие-то такие сложные, загрузочные. А пятую тему, пятую, шестую, раз где-то в полтора месяца я делал такую ресурсную неделю. То есть мы отдыхали, расслаблялись и ничего не делали по тренингу. Но здесь я на самом деле не вижу особого смысла этого делать, поскольку у нас с вами здесь все недели ресурсные. То есть радость – это и есть ресурс. И наша задача здесь, на этом курсе, учиться управлять своим ресурсом. То есть само вот это количество ресурса, количество энергии, оно у всех разное. Но дело в том, что мы не двигатели. Вернее, мы не генераторы ресурса. А мы – это скорее такая дырочка, через которую этот ресурс проходит. И вот через кого-то много энергии проходит, через кого-то мало энергии проходит. И вот, соответственно, наша задача – научиться этим ресурсом управлять. Радость – это как раз, скажем так, ощущение радости, да, это вот трелочка подрагивает количество этого ресурса. То есть когда ресурса много, и радости много. Ресурса мало, и радости мало. То есть радость – это, скажем так, цифровое обозначение наличия ресурса или отсутствия ресурса. То есть не бывает так, что много ресурса, а при этом у человека нет радости. То есть вне зависимости от того, какие события у людей. Окей, хорошо. Ну, я думаю, что так. А что у нас мало народу? Подключаются люди. Что меня чуть-чуть тормозит. Комментарии вроде есть. Окей, хорошо. Ребят, кто из вас сейчас находится в жопе? Кто из вас может сказать про себя? Я знаю, мы все в разных ситуациях, да, и я знаю, ну, по некоторым признакам, мы там постим улыбки там и так далее, да, но у меня задача этого тренинга, она не состоит в том, чтобы мы вот искусственно создавали искусственное состояние радости. А вот, а нам нужно провести такую коренную-коренную переделку в своей жизни, да, даже не нравится переделка, да, а скорее это такая трансформация, да, то есть кому-то понадобится сильная трансформация, да, для того, чтобы было вот это базовое ощущение радости. Кому-то понадобится более слабая трансформация. Вот, и, соответственно, с этим мы будем разбираться, да, то есть это есть проблемы, которые не лечатся ежиутренними улыбками. Моя жопа сильно меньше, чем два года назад, но по-честному я все еще в финансовой жопе. Так, уже вылезаю, выбираюсь, вот есть, Алеша, по одному аспекту жизни минимум я точно там, так, сейчас нет. Однако, собираюсь взять ипотеку. Вот это уже такая, это такая контролируемая жопа. Я в пути рядом с жопой, но обхожу. Я тоже там, да, окей. Так, вот кто-то есть в жопе, да, кто-то есть не в жопе. А вот, а теперь давайте так. Вспомните, да, сейчас от сегодняшней, от текущей жопы отвлечемся и оглянемся в прошлое. Вспомните ситуации, когда вы раньше оказывались в жопе. Вот, ну, как бы наша задача отделить сегодняшнюю жопу, да, от прошлых ваших жоп. Вот когда у вас были, да, вот сейчас жопа, а вот тогда была вообще жопа. Да, там, не знаю, не знаю, 2008 год, например, когда я взял долларовую ипотеку. Такая жопа была, просто. Жоп мне некуда. Особенно, когда я получал, у меня зарплата была в газете, зарплата шеф-редактора 100 тысяч рублей. Я из них 75 тысяч отдавал за ипотеку и 25 тысяч четверть платил элементов. Это прям весело было. Не, ну, в моменте это было не весело, конечно. Так, каждые годы 4-5 жопа. Так, бывало и похуже, финансовая жопа. Да, сейчас почти праздник по сравнению с прошлым. Окей, а теперь давайте, вот мы с вами посмотрели. Ну, кто-то в жопе, кто-то не в жопе, да, то есть ситуации разные все. И вот мы посмотрели. Сегодняшняя жопа, ранняя жопа. Вопрос, как вы определяете, что вы в жопе? Каковы признаки жопы? Вот для вас, как бы вы объяснили, вот определили, вот как вы понимаете, что вы в жопе? Признак жопы – стресс. Очень хорошо. Так, внутри свербит. Так, из жопы в космос. Я сегодня прочитал новую книжку этого Айзексона про Илона Маска. Там вот чувак просто из одной жопы в другую. Хотя, казалось бы, да, самый богатый человек в мире, казалось бы, должен просто в империях витать. Там жопа на жопе. Постоянно человек под прицелами ходит. К концу года денег. До года денег был долг 1,7 миллиона. К его концу долго уже не было. Работает? Работает, да. Денег не хватает. В жопе опускаются руки. Плюс финансовые показатели. Денег не хватает, здоровье падает. Депрессия, не видишь выхода. Не могу найти решение выхода по количеству денег и энергии, желанию что-то менять. Когда просыпаешься с гнетущим чувством тревоги, умею вытеснять, забывать негатив, поэтому вспомнить не могу. Была депрессия. Сил нет, упадок сил. За что не берусь, все рушится. Нет успеха. И так все последние года. Не видно света в конце туннеля. Не знаешь, как дальше жить. Все наваливается сразу со всех сторон. Вставала утром с тревожным настроением. Количество хвостов зашкаливает. Бьют по голове постоянно. Нет понимания, какие есть выходы. Тревога, депрессия, отсутствие ресурса. Да, ну в основном, да. Ощущение, что нет движения, стагнация, день сурка. Не видна перспектива, не понимаешь, что делать. Хорошо. Вот давайте мы попробуем сейчас сформулировать. Дать определение жопы. Вот мы определили признаки того, как вы понимаете, что вы попали в жопу. Что же это такое? Как вы представляете? Вот в вашем понимании жопа, это что? Это внутреннее состояние, внешнее, это жизненный тупик, это отсутствие денег или что? Не такое редкое состояние у людей. Мне кажется, что можно иногда всей страной в жопу попасть. Параллели никакие проводить не буду. Или даже всей цивилизации можно попасть. В той человеческой цивилизации можно попасть. Влететь в жопу в средневековье, не успеваю разбивать. Тупик. Внутреннее самосостояние, самоощущение. Да, неконтролируемый кризис, конечно, да. Мы сейчас об этом будем говорить. Это очень правильное определение, на мой взгляд. Отсутствие плановых выхода. Жизненный тупик в жопе прямо сейчас. День летает. Отсутствие энергии. Когда во всех планов, за что не берешься, все рушится. Внутреннее состояние тупника. То есть, мы видим, что если у нас есть нормальное состояние, заряженное энергией, то никакие внешние обстоятельства, они нам не мешают. Например, я помню, когда я запускал, скажем, мастерскую, это было состояние просто такого... Это не то, что жопа, это просто пипец был какой-то непрерывный. Несколько месяцев. Но заряд энергии, заряд ресурса был такой сумасшедший, что я на нем ехал просто там несколько лет на одном этом ресурсе. А теперь нам надо понять, почему люди вообще попадают в это состояние жопы. То есть, вот мы дали определение. Это некое состояние тупика, которое воспринимается именно как внутреннее состояние. Вот, на мой взгляд, жопа начинается тогда, когда вы не признаете очевидного несоответствия ваших ценностей, целей, действий и результатов, которые вы получаете. То есть, вы... ценности у вас такие-то, допустим, важно для вас то-то. И когда вы ставите цели, вы ставите цели, не соответствующие вашим ценностям. Дальше вы начинаете предпринимать. И из этого вот там уже на уровне ценностей и целей уже есть конфликт. Дальше вы начинаете придумывать какие-то действия и предпринимаете эти действия, которые вы пытаетесь через действия примирить свои ценности и свои цели. А у них там конфликт. И у вас в итоге еще начинается и с действиями конфликт. То есть, действия, которые не соответствуют ни вашим ценностям, ни вашим действиям. И в итоге результаты ваших действий, которые вы получаете, они не соответствуют ни вашим ценностям, ни вашим целям, ни вашим действиям. То есть, вы делаете, все время делаете что-то. И чем больше вы делаете, чем больше вы энергии туда закачиваете, тем хуже идут дела. То есть, каждый результат уводит вас дальше от ваших ценностей. Уводит вас дальше от ваших целей и уводит вас дальше от ваших действий. То есть, в итоге получается так, что вы делаете действие какое-то, которое должно привести к такому-то результату, оно приносит противоположный результат. Потому что там оттуда снизу фонит ценности, цели в одну, ценности в другую сторону. То есть, хотите одного, делаете другое, получаете в итоге третье да то есть и результатом получается кризис и если опять же да если там ну может быть какая-то превалирующая вещь до которая там допустим вы там есть четкая цель которая вас зажигает который подтягивается все остальное да и вы на одной на одной этой цели едете такое бывает да но он это бывает тогда когда она ценностям соответствует когда там нет зазора а вот и вы можете кучу ошибок совершать все действия делать неправильно я когда запускал мастерскую я там не знаю мне кажется там три четверти действия они были ошибочны но напор энергии был такой что все в итоге все в итоге получалось нормально вот и если есть вот эти конфликты до результатом является кризис а если кризис не осознан если кризис не взят под управление да и особенно если вы начинаете сопротивляться кризису начинайте отрицать этот кризис да то есть делаете что-то все идет хуже а вы еще сильнее говорить да все в порядке надо просто фигачить а вот отрицая этот кризис дай все начинается то есть я бы определил это так жопа это последствия борьбы с кризисом который становится неуправляем то есть когда вы не управляете кризис который вы не контролируете как который вы не осознаете наступает жопа жопа к чему ведет в чем проблема с жопой с кризисом нет никаких проблем а вот жопой является следствием ее является жизненное крык крушение которое вам наносит непоправимый ущерб например вы теряете собственность какую ну квартиру например теряете да вы карьеру вы делаете какие-то действия когда человек сам себе в ногу стреляет да что это из-за чего это происходит а это вот человек не осознал свой кризис влетел в жопу вместо этого начал делать непонятно что и разрушать человек репутацию себе вот там прямо сейчас там питок в медийном пространстве происходит штук пять историй в разных стендап комедии в политике в журналистике да когда люди уничтожают свою репутацию просто там одним каким-то действием одним постом да вот это так это вот не отрефлексированная жопа семью люди теряют здоровье люди теряют жизнь в итоге люди теряют насколько понятно то что я вам сейчас сказал вот это определение жопы да и ее отличие от кризиса нам надо очень четко различать что такое кризис и что такое жопа сейчас мы с вами разобрались с тем что такое жопа понятно ли вам что такое жопа если есть какие-то вопросы то задайте вопросы нет не самая простая тема на самом деле то есть это кажется ха-ха-ха жопа сказал давайте все вместе посмеемся вот на самом деле все гораздо сложнее я специально такой такой термин выдам можно было бы вызвать назвать это как-то по другому да ну просто как-то да мы с вами договариваемся о некой терминологии идем теперь дальше кризис соответственно нам нужно вот эту жопу до которую мы обнаружили у себя жизнь а ее нужно превратить в управляемый кризис что такое кризис в переводе с греческого кризис там несколько значений суд приговор решение а также поворотный пункт это очень интересный набор значений да то есть если это поворотный пункт да это от вас не зависит вам надо сделать поворот а если это суд если это приговор это решение это зависит от вас да то есть здесь в самом термине заложено и независимость от вас и зависимость от вас то есть какая-то часть событий зависит от вас и вы их контролируете да то есть вы принимаете решение например с какой скоростью вы двигаетесь в каком направлении вы двигаетесь но при этом на самом деле у вас выбора то особого нет да потому что поворот то есть вам у вас вариантов на самом деле два внутри на самом 4 да то есть вы можете пройти поворот вы можете вписаться в стену вы можете остановиться на месте да и вы можете развернуться и пойти назад вот четыре варианта 10 и в итоге да то есть это некий некая пара переходного состояния то есть это состояние при котором существующие средства достижения целей то что вы делаете сейчас становится неадекватным и в результате возникают непредсказуемые ситуации да то есть вы знаете наверное что есть такое выражение что идиотизм делать одно и то же в надежде получить другой результат вот но тоже самое идиотизм когда это работает когда мир не меняется а когда мир меняется вы делаете одно и то же и вдруг в какой-то момент это перестает приносить результат и в этом случае идиотизм продолжать делать то что вы делали до этого ну например там в том что касается работы в девяносто пятом году я был корреспондентом вологодской газеты областной русский север в девяносто шестом году я стал совладельцем этой газеты а у нас было там по его и участие нас 30 владельцев газеты я получал часть доходов от газет это были очень большие деньги я ездил на работу на такси мне там должны были квартиру да не успели изменилась ситуация там начался кризис девяносто восьмого года и так далее то есть тираж газеты был 180 тысяч экземпляров молоде в городе на 300 тысяч зарабатывал я там ну что-то порядка тысячи долларов если на доллары перевести это сумасшедшие деньги я думаю что в москве тогда мало кто журналистов столько зарабатывал вот столько мы зарабатываем да и и все то есть провинциальная журналистика середины 90-х это были короли мира вот а потом все изменилось бумага умерла провинциальная журналистика умерла все стеклось в москву да и были люди которые продолжали это продолжали оставаться там работать в газете когда у нее тираж уже будет там 6000 экземпляров уже все она была неразличима на рынке зарабатывали там 500 рублей и как бы и все да то есть продолжать делать тоже самое видя что результатов уже нет результаты уже другие а мир меняется скорость изменений в мире увеличивается то есть она в течение нашей жизни мир меняется все время мы родились в ссср такой застывший законсервированной системе и потом она начала очень быстро меняться и начиная где-то там с 85 года начались очень быстрые изменения и вот вся наша жизнь это изменения а сейчас они ускоряются 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 и ускоряются то есть если на самом деле если на следующий в следующем году если через год мы будем вести переговоры с инопланетянами я в общем-то даже не удивлюсь да то есть вот такая скорость скорость изменений и соответственно да для этого вот каждое такое изменение в жизни человека она идет через кризис без кризиса не получается что такое кризис вы что-то теряете во время кризиса и соответственно да вот каждое изменение каждое серьезное изменение жизни она идет через кризис он может быть неосознанным он может быть осознан то есть когда вы например переезжайте в другой город и обживаетесь там да это кризис через который вы проходите он осознается как кризис вопрос у кого из вас был был такой опыт ну осознанного прохождения кризиса когда вы понимали блин у меня сейчас кризис надо надо как собраться да и этот кризис пройти у кого было такой до родители всегда цитировали цыган хотел приучить кобылу не есть она сдуху кризисом перенесла правильно ли я понимаю что кризис это сочетание внешних обстоятельств и внутренних факторов а жопа состоянии внутренние даже иногда от внешних факторов независим не совсем так не совсем так я бы ты так сказал да что жопа это это не осознанное состояние кризиса да а кризис это осознанное состояние жопы да то есть когда вы разница здесь в степени осознанность и там и там с это сочетание внешних и внутренних обстоятельств ну вне внешних факторов и внутреннего самоощущения то есть понятно что если вы понимаете что я сейчас иду в кризис у вас внутренние самоощущения она будет совсем другое ну вы будете понимать что с вами происходит да то есть одно дело когда вы с завязанными глазами и вас удары со всех сторон летят да и совершенно другое дело когда вы стоите в стойке и как бы и готовы отражать эти удары кризис отлично было и не раз последние два года первый раз осознанно потому что с вами семейной жизни было теперь 30 плюс лет до семейные кризисы двойных самых в работе бывают кризисов творчестве бывают бывают кризисы я думала что у меня оказывается кризис вези с переездом так несколько раз брак закончился инициировалась развод партнерские отношения закончились по работе ушла в никуда и так далее то есть понимает мне важно чтобы вы понимали что мы каждый раз когда мы сталкиваемся с кризисом нам кажется что все жизнь кончилась это все пипец мы первые в жизни за первые за всю историю человечества человек который разводится до первые в истории человечества человек который у которого умирают родители до уста процентов людей умирают родители да то есть ну в некоторым просто некоторые умирают раньше своих родителей Это очень болезненная история, которая годы занимает пережить этот кризис. Вот были родители, вот их нет. Как жить дальше? Уезд из родительского дома. Большинство людей уезжает из родительского дома. Кризис, кризис, естественно. И каждому кажется, что как жить, непонятно. Мы же жизнь свою проживаем один раз. У нас нет, мы не можем, а можно я вот эту жизнь пройду за сантехника, а следующую жизнь пройду за мага. Нет такого. То есть есть, конечно, способы анестезии, например, превратить это в игру. Как будто я играю во что-то. За собой такая диссоциация. Вы себя отстраняете, играете за себя, как за персонажа. Но в этом есть риск заиграться. Как раз Айзексон пишет про Илона Маска, что он такой диссоциированный чувак, он как будто в компьютерной игре находится. Хорошо, идем дальше. Я считаю, что кризисы нужны. Более того, я помню, смотрел лекцию одного чувака, значит, он говорит, ну у меня никогда не бывает кризисов. Я думаю, ну ты дурак просто. Ну, как бы ты либо не выходишь за пределы своего какого-то пузыря событийного, либо ты просто не осознаешь свои кризисы. То есть они у тебя есть, ты просто их не осознаешь. Не надо быть таким самодовольным. Другое дело, что обычный человек за жизнь проходит несколько кризисов. Пять кризисов, четыре кризиса. То есть у большинства людей жизнь неполна, небогата событиями. Творческие люди, люди активные, люди, которые хотят жить интересную жизнь, они могут проходить до сотни кризисов за свою жизнь. Да, то есть если там, допустим, взять там пятьдесят лет активной жизни, да, представь, каждые два года человек влетает в кризис. Вот. Другое дело, что, конечно, бывает так, что люди один и тот же кризис проходят. Да, то есть, например, человек, не знаю, десять раз женится, десять раз разводится. И десять раз на одни и те же грабли, да, один и тот же кризис. Или человек работу меняет, да, каждые два года человек, каждый год человек меняет работу. С одними и тем же признаками, да, то есть это не значит, что человек разный кризис. Он один и тот же кризис проходит по одной и той же программе, да, не делает из него никаких других выводов. У него те же самые проблемы накапливаются, он те же самые проблемы тем же самым способом решает. Снова и снова и снова. Вот. Соответственно, ну, надо как-то рефлексировать свои кризисы, да, как-то осознавать их и понимать, что, как бы, опыт какой-то. Самое главное, надо не сопротивляться кризису. То есть, если вы чувствуете, что вас затягивает в кризис, да, если сопротивляетесь, вы можете затянуть кризис на год. Кризис, который можно пройти за неделю, да, и можно даже на десятилетие растянуть один и тот же кризис. Такие случаи мне известны. Вот. Как я говорил, причина кризиса – это противоречие между ценностями, целями, действиями и результатами. И вот это нам и надо искать. Вот эти противоречия. То есть, кризис – это признак всегда, всегда, сто процентов случаев, ни одного исключения нет. Всегда противоречие между ценностями, целями, действиями и результатами. Других вариантов нет. Другое дело, что, и казалось бы, да, то есть, ну, я вот все, все вы, все, кто сидите в жопе, да, я вам могу сказать. У вас противоречие между вашими ценностями, целями, действиями и результатами. Что делать? Дядя Саша, что делать? Я в кризисе. Так что же мне делать? Скажи мне, освети своей мудростью. Вам надо что-то убрать из своей жизни, да? Вам надо перестать что-то делать. И вы это действие знаете все, сто процентов вас, знаете, что у вас есть какое-то действие, да, и в большинстве случаев вы даже знаете, какое именно действие вы делаете. То есть, это, а какое конкретно? А ну, у каждого свое, да, то есть, надо, там, не знаю, уволиться с работы, надо развестись с человеком с каким-то, да, надо перестать общаться с кем-то, да, то есть, надо перестать делать что-то, не знаю, курить бросить, пить бросить, да, то есть, чаще всего люди это знают. Единственное, что, ребят, давайте договоримся, то я ответственность за выбор этого действия, да, я себя полностью снимаю, потому что я вашей ситуации не знаю. Вот у каждого из вас есть какое-то свое действие, которое вы делаете, которое вас в эту жопу загоняет. Вот. Как только осознали это действие, все, убираете его, и сразу все налаживается в одно мгновение. Ну, и, естественно, когда убираете, на его место сразу же приходит что-то другое. То есть, вы начинаете делать что-то другое, неизбежно. Даже если вы, то есть, вы можете это сознательно заменять, да, как я в свое время, там, спорт, сознательно заменил, там, например, табакокурение, да, я сознательно заменил спортом. У меня физическое состояние изменилось. То есть, я в 20 лет, мне сейчас 50 лет, я сейчас чувствую себя лучше, чем я чувствовал себя в 20 лет. Гораздо лучше чувствую. Поэтому я пью кофе. Да, вот, кстати, вот, кстати, тоже, да, вот, с кофе надо слезать. Проверим. Так, если я не в жопе, не в криве, ну, отлично, супер. Все равно, как бы, все равно имеет смысл это все изучить. Для чего? Для того, чтобы понимать, чтобы когда вы в следующий раз обнаружите, что вы в жопе, да, или что она надвигается, да, осознать, что делать. Итак, вот, значит, противоречия, вот эти противоречия, да, возникают внутренние конфликты. И здесь, ну, логично предположить, что внутренний конфликт – это плохо, да, и что их надо каким-то образом избегать, чтобы не было внутренних конфликтов. На самом деле, внутренние конфликты – это хорошо. Если нет внутренних конфликтов, нет движения, да, вот камень держит, у него нет внутренних конфликтов. А у человека всегда есть внутренние конфликты. Он поэтому и существует, он поэтому и жив. Там в кустах что-то зашелушало, сразу же внутренний конфликт. Это лев или это мышь, да, и нужно принять решение. Да, то есть, если ты ошибешься, если решение будет неверное, ты решишь, что это мышь, да, а это лев, да, тебя сожрут. Если ты решишь, что это лев, а это мышь, ну, ты не поймаешь мыши, хорошо, кролик. Да, не поймаешь этого кролика, не съешь и умрешь с голоду. Вот, поэтому тут как бы эволюционно нам необходимы внутренние конфликты. Итак, делаем диагностику. Как мы определяем, какие признаки, да, признаки очень простые, да, ничего не получается. Делайте что-то, и все как в воду, как в болото. Нет сил, и чем больше вы делаете, становится все хуже и хуже, да, то есть, бывает так, что ничего не получается, раз, надвинулся, да, то есть, просто как-то упустил фокус. Внимание, да, так, что надо делать, там, пост каждый день, рассылка каждый день. Начинаешь, а, что-то я запустил, что-то я как-то расслабился, ну-ка, дай-ка я верну в это самое, верну ритм. Вернул, и все, сразу все налаживается. Да, там, надо писать три страницы в день, окей, пишу три страницы в день. Надо бежать на пробежку, я бегу на пробежку, да, что-то я это как-то расслабился, дай-ка я все вернул. Вернул, и все хорошо, а тут вернул, и ничего нет, как бы все равно все плохо. пытаешься усилить действия еще хуже становится все вообще начинает разрушаться до возникает ощущение что что-то не так то есть прям на на уровне ощущений возникает ощущение что что-то не так с ним начинают сниться плохие какие-то до предчувствия начинают томить возникает ощущение что скоро что-то пойдет не так что что-то надвигается плохое да при этом не нужно путать это состояние с депрессией да то есть понятно что грань зыбкая да то есть и сложно очень определить я всегда честно говоря я ужасно пугаюсь когда мне кто-нибудь говорит александр вы прям вы доктор вы я прошел ваш прошла ваш тренинг и вы меня вылечили от депрессии я просто в ужасе всегда в этом случае а если бы не вылечен ну как бы я не занимаюсь лечением депрессии и там прохождение моих тренингов да этот достаточность эмоциональный стресс эмоциональный и физический да а если бы это вас сломала ложечки ужас я бы за это нес ответственность вот поэтому если вы подозреваете что ваше состояние ухудшившиеся это клиническая депрессия да или близко депрессивному состоянию идите обратитесь ни минуты не ждите идите к специалисту идите к специалисту психологу специалисту психиатру да к специалисту именно по клинической депрессии да есть способы ее определения сдавайте анализы вполне может быть что это физиологическая какая-то проблема надо будет там что-то попить или сочетание набор таблеточек и самому фарму подключать и там психотерапию например и вполне может быть что это вообще никакой не кризис а депрессия вот очень важно различать состояние клинической депрессии от состояния кризиса вот и если есть хоть малейшее подозрение что у вас не кризис не а клиническая депрессия ребята обращайтесь к специалисту насколько это понятно эта мысль да не последуешь за белым кроликом получается только рассеянность не выношу когда состояние собрать тебя не могу просто тоже мне важно чтобы вы это как бы ну чтобы вы прям подписались галочку поставили да что я это понимаю да вот эта депрессия вот это вот это если сомневаюсь иду к специалисту хорошо идем дальше идем дальше да то есть если мы понимаем что это не депрессия это кризис это да значит мы начинаем готовить подушки безопасности какие-то подушки безопасности но во первых это деньги да то есть прохождение кризиса может занять время да и соответственно нам и в это время нужно себя обеспечить деньгами то есть нужно чтобы но провести ревизию какие у вас где есть деньги и есть ли например у вас возможность скажем неделю-две не работать то есть если вы фрилансер да то скажем вы говорите так я иду в кризис мне там неделя нужно будет неделю я работать не буду соответственно где там у меня доллары надо достать их снять обменять там и так далее так далее заказать продукты все короче подготовиться дальше отношения то есть надо посмотреть кто вокруг вас то есть допустим там супруг до супруга жена родители там дети сказать так ребятушки мама идет в кризис поэтому все ходим на цыпочках маму любим не трогаем жалеем и так далее все ваши эти самые мозга мозга кручество все откладываем на это время пока мама там проходит кризис она в доме главное главный больной да то есть мы вкладываемся в отношения мы конкретно договариваемся с людьми которыми которые рядом с нами мы договариваемся что типа ребята мы как бы мне нужна ваша помощь нужна ваша поддержка вот если друг подруга да может быть что надо типа что давай там созваниваться каждый день до чтоб как-то за руку держать вот время тоже и значит это требует времени да то есть у вас нужно освободить себе какое-то время для этого да то есть не обязательно прям совсем уходить с работы да ну нужно так чтобы у вас было свободное время для того чтобы на диване полежать подумать подумать над жизнью своей вот и дела то есть дела тоже все 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 обязанности либо оставляем там что-то что на автомате делаем либо лучше конечно там тоже по максимуму себя снять потому что очень часто бывает так что есть дела какие-то которые мы на автомате делаем не замечая уже этого настолько привыкли а именно эти-то дела они всю силу силушку богатырскую и выжирают а вот поэтому лучше их тоже по возможности себя снимать дальше начинается вот подушка безопасности деньги отношения время дела понятно ли это по поводу по поводу подготовки то есть очень часто тоже так бывает даже что человек влетает как бы в кризис денег нет надо работать каждый день по 10 часов а брал на работе до поссорился с поскольку человек в кризисе да он начинает еще и всех других вот это вот эти ссоры очень часто такой крика помощи да и начинает человек там грызть своих домашних вот себе мозг вынес да еще домашним своим мозг выносишь да и в итоге просто все усугублять то есть люди окружающие они не дают не становится не источником поддержки источникам ресурса да они еще сами вас из вас там последний последний мозг из вас выедают так в диагностике только три пункта в диагностике первое ничего не получается да нет сил и чем больше вы что-то делаете становится что-то хуже дальше ощущение что кто-то не так идет причину четкое ощущение что что-то сейчас идет не там третий признак ощущение что надвигается что-то плохое что предчувствие что в будущем ждет что-то плохое три признака диагностика дальше начало кризиса значит сначала мы мы в кризис не влетаем сразу не должно быть такого что так все я выключаю все отключаю телефон как у меня приятель один он кризис и проходил так он уходил в запой уезжал на дачу брал отпуск на работе вот и там две недели бухал просто ящик водки покупал и сидел пил водку вот это очень нездоровый способ прохождения кризиса вот причем во всех отношениях других остальных отношениях это был ну интеллектуал один из моих соавторов мы с ним вместе хороший сериал написали он учился на философском факультете лгу то есть ну такой как бы не 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 любим далеко а вот но он там в последний раз я не знаю сейчас вообще жив ли нет но последний раз когда он с этого из этой пьянки своей вернулся он там типа оглох на одно ухо я говорю ты понимаешь что ну как бы тело может просто не выдержать да я понимаю но я типа по-другому не не могу кризис я вот так кризиса прохожу а вот но это это очень опасно очень опасно то есть с алкоголем я категорически не не рекомендую это совмещать это очень сильно усугубляет то есть это может на какой-то момент да на каком-то этапе там условно говоря бокал виной вина может снять какие-то фильтры определенные да то есть напряжение какое-то снять вот но в целом это настолько как бы настолько тонкий лед что можно очень сильно усугубить этим себе вот поэтому я не советую это все с алкоголем мешать и постепенно замедление да то есть вы те дела которые делаете до начинаете медленно-медленно делать сокращайте де от дела до минимума но не до нуля то есть постепенно сокращаем дела которые вы делаете сокращайте контакты опять же до минимума но не до нуля сокращаем информацию на вход да то есть стараемся меньше читать особенно некачественную информацию сокращать соцсети новости да то есть постепенно не резко отрубаем да а постепенно сокращаем и постепенно мы начинаем сосредотачиваться на своем кризисе то есть здесь важно что мы не отвлекаемся на политику не отвлекаемся на экологию на проблемы беженцев там и так далее это все ужасно это все кошмарно да но это все не ваш кризис да вам надо свой кризис пройти вот и важно в это время не делать ничего что могло бы вас от этого кризиса удержать то есть что может удержать от кризиса да то есть когда вы просто переключаетесь например там идете знакомитесь идете на тиндера знакомитесь с кем-то идете на свидание и устраиваете себе там романтическую сюжетную линию да или устраиваете марафон комедии то есть вы просто у вас как кризис он как был так и остался да то есть вы просто переключите внимание и он у вас и как бы совершенно спокойно он у вас сзади будет ваших штанах болтаться этот кризис и рано или поздно вы просто в него вляпаетесь самый неподходящий момент снижаем физическую активность не бегаем марафоны да то есть если вы занимаетесь спортом ее тоже нужно постепенно снижать тоже то есть не резко а постепенно постепенно снизить еще раз подчеркиваю ни в коем случае не употреблять в это время алкоголь наркотики чаще всего люди именно вот этим занимаются да то есть это опять вас отвлекает от вашего кризиса это отупляет чувство да а нам наоборот нужно чувствительность повысить максимально да то есть наша задача определить да то есть увидеть у нас то что нам надо увидеть да она находится в нашей слепой зоне мы его не видим вот и нам надо это увидеть дальше можно сделать дать себе какой-то знак что вы в кризисе да то есть это может быть какая-то специальная одежда для кризиса возьмите какую-нибудь растянутую футболку да или халат какой-нибудь заштопанный да такой вот это кризисный халат мы его надеваем вот я надел халат все я в кризисе надел вот эту футболку и пузатые спортивки с этими самыми с пузырями на коленях вот я как бы в кризисе это означает помните шеллок холмс когда в кризисе был он играл на скрипке да вот можно что-то такое мужчина если вы мужчина можно перестать бриться или наоборот побрить побриться на лысо я в кризисе все я брею голову на лысо пока не отрастет и буду буду выходить а вот женщина можно перестать краситься например краситесь запускаю себя вот при этом можно есть еду которую вы себе запрещаете в обычной ситуации если вы например там сидите на строгой диете такой я в кризисе можно пиццу заказать да то есть и вы здесь просто но у вас есть если вам там допустим вы вегана вам хочется пиццы все время да и вы себе разрешаете эту пиццу поесть вы как бы убираете зажим да то есть у вас здесь зажим есть на вот и он перестает вас отвлекать вы не сидите не думайте блин как я хочу пиццу нельзя надо худеть да и вы такой да пофиг вот и вы как бы расслабляетесь если на самом деле если например хочется алкоголя и у вас тут зажим то опять же это надо ну там отдельно прорабатывать эту тему вот вот собственно вход в кризис дальше начинается собственно сам кризис вот сам кризис я советую здесь тоже парадоксально да казалось бы надо лечь созертать собственный пупок и как бы это самое и думать о судьбе о своей судьбе я советую в этом в там момент кризиса найти какое-то дело которое отвлекает внимание но не все внимание например шитье например рисование но только в том случае если у вас это рисование или шитье не является вашей профессии обычно то есть например у меня было причем это рисование это тоже не должна быть какая-то ну практика да то есть ну не надо мандалы рисовать или нейрографику я например как-то проходил кризис где-то года два назад я просто по черкушки делал я брал самые брал маркеры и коряки-маряки такие делал просто просто как бы ну отпускаешь себя да то есть не дисциплинированно выводишь вот эту линию пискарева да и сглаживаешь углы да то есть это не нейрографика да то есть а наоборот разби не собираешь себя а наоборот разбираешь разваливаешь как бы а вот а может быть смотрение какого-нибудь сериала да ну сериал должен быть такой тупой максимально тупой какой-то съесарь крыс лет детективы да вот что-нибудь такое на вот то есть ну там увлекательный сложный с философией с нагрузкой сериал канала hbo не подойдет надо брать что-то прям такую очень легкую пищу для ума на вот если чтение например там без чтения не можете быть да ну возьмите дамский роман прям передамский роман вот или детективы какие ну тоже лучше брать там не нехороший качественный там уилки коллинза или шерлока холмса да какой-нибудь там второй третий ряд а вот и такой какой-нибудь автор который там написал 100 абсолютно одинаковых романов и вот вот такие романы один за другим сидеть фигачить и в какой-то момент вы почувствуете что а уже надо выходить и вы просто на половине романа можете не дочитывая его остановите больше никогда не дочит не возвращаться а то есть это просто как бы такая такой такой процесс который как бы часть мозга отвлекает да но не не требует всего вашего внимания и вот дальше у вас постепенно будет проходить такое отстранение от себя и будет проходить самонаблюдение и дальше постепенно вы начинаем вы поймете вы увидите что-то что вы не хотите больше видеть своей жизни что вы что вы не хотите вернуть свою жизнь да то есть вы себя как бы ставите на паузу да то есть вы себя снимаете все да как богиня иштар спускаясь к сестре своей решки гильда она снимает себя 7 покров и вот ее как бы все это снимает да такое погружение в смерть в небытие да и потом она оживает да и дальше новые новые одеяния на себя надевает и вот задача кризис цель кризиса нужно понять что конкретно нужно убрать из жизни и чаще всего там либо человек какой-то с которым вы больше не хотите общаться либо где это может быть супруг может быть родственник может быть друг может быть кто-то легко полно а вот это может быть единственно опять же да ребят чтобы не вы на меня ответственность не перекладывали да опять же если у вас там семейные проблемы и вы там на грани развода не используйте меня для того чтобы об меня разводиться обратитесь здесь специалисты есть семейные психологи обратитесь к семейным психологу и с ним безопасно пройдите этот проект я не являюсь семейным психологом совершенно точно и мои советы в этом смысле нерелевантны да но чаще всего там какой-то человек чаще всего там какое-то дело чаще всего там какая-то задача тоже может быть так что человек себе ставит какую-то неадекватную задачу а вот хочу вот это на самом деле не надо тебе это как в этом самом фильме бумер 2 ничего парень подходит герою довиченко ну чё я куплю такую машину за 50 тысяч долларов и тот ему говорит как тебя зовут лёха знаешь лёха не надо где такую машину то есть ну как бы не потому что ты а потому что это не твоя не твоя задача найди себе другую задачу то есть ну как бы и в этом прозвучало так что ты как бы хочешь умереть за такую машину а не хочешь же наверное на вот и там вот этот лёха и коля не помню там как парень молодой значит и он потом говорит он знает что о чем говорит может быть да он может быть он даже отсидел так формулирует даже знает мудрость вот либо действие да то есть человек задача человек дело какое-то до направление действий какое-то задача или какое-то действие делаете там может быть дело вам подходит и задача подходит на вы действие какой-то делаете не то которое к результату приводит вы бьетесь так как это кнопку в бетонную стену пытаетесь при прибить а у вас ничего не получается и уже годы не получается вот нужно в результате кризиса нужно сказать так стоп я это перестаю делать я делаю что-то такое отныне и потом после этого начинается выход из кризиса и выход неизбежно да у вас появляется как бы вы начинаете чувствовать да как вот когда я бросал курить да я ничего не запах не чувствовал я бросил курить нужно идти по улице и чувствовать дыхать запуск запах вот этой осенней прелик вот и воздух сочетание воздуха вот этого чистого пути дождя и такой вот преющие преющие листвы на земле невероятный запах сейчас побегу его нюхать в парк веду вебинар и побегу а вот и вот это обостряются все чувства да и вы понимаете вот ушло что-то да и у вас такое ощущение как это самое говорится когда женщина покупает покидает экипаж скорость увеличивается да то есть что-то вот сбросились с воздуха что-то и сразу стало легче вот и здесь нужно взять что-то не 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 какую-то новую тяжесть взять на освободившиеся место а нужно постараться взять что-то что даст вам еще больше энергии чтобы вы не не просто у вас телега быстрее поехала до чтобы вам поставили ракетный двигатель вот и у вас появляется новое появляются какие-то новые вкусы да и такой вот чувствуете я хочу вот это попробовать ну-ка я пойду-ка туда пошел чувствую есть там энергия или нет идешь делаешь шаг делаешь два шага и прислушиваешься есть энергия или нет если есть отзыв есть энергия дальше идете туда а вот и появляется что-то новые новые книги могут появиться новые дела могут появиться новые привычки новые люди да то есть что-то новое придет вашу жизнь и вполне может быть что эти люди да или дела да они вот рядом с вами ходили странно что вы их не замечать все это время а вот и вдруг вы начинаете их видеть это может быть все что угодно там у меня опять же я помню когда я как раз хотел открыть сценарную мастерскую и мне там типа за полгода до этого мне приятель скинул ссылку на не помню точно на кого по-моему на парабеллума ну вот на кого-то из этих самых из помда помна парабелл скинул я внимание не обратил то есть я даже не понял что это меня каким-то образом касается а вот и потом да когда я прошел кризис да и я своим ходом пришел к тому же самому парабелл вот он как раз вышел из своего вот этого из своего красного периода и у него своя там была очень крутая личная трансформация очень красивая народ и она у меня на глазах походи я пошел к нему в личный коучинг на вот и да и потом через какое-то время я наткнулся на то старое сообщение от приятеля я такой думаю ни фига себе да то есть вот он мне посылал ссылку на это я мог еще тогда это все увидеть да и раньше прийти к парабеллуму я его тогда не видел не готов был а тут я его притянул то есть я понял что это вот именно то что мне нужно было да я в бизнесе был вообще не бельмес а вот и именно че там парабеллум научил все это делать рассылки делать вебинары проводить да и так далее так далее все это из из первоисточника все получено вот и дальше да то есть это обновление перезагрузка вы избавились от клама избавились от того что перестала работать и приобрели что-то новое и дальше на выходе что здесь я советую медитация советую физическая активность советую новая прическа да то есть сходить парикмаркерскую советую сделать маникюр педикюр да накраситься красиво купить себе какую-то новую одежду заниматься сексом вернуться к здоровым привычкам еде да то есть если вы религиозным можно сходить в церковь после выхода до поставить свечку благодарность за успешно проведенный кризис да то есть если нет то медитировать до принять ледяной душ да то есть как-то пройти какой-то процесс очищения на вот и дальше постепенно вы опять же да это надо мне не за один день пройти да а за 3-4 дня ну там в зависимости от глубины кризиса вот и вы выходите постепенно набирая скорость да вы из кризиса выходите и вы начинаете идти в другом направлении либо идете в том же направлении но делайте какие-то другие действия которые вам начинают приносить какой-то результат вот ну и естественно на разные темы кризисы да их и лучше не мешать все в одно да одновременный к там какой-то кризис в отношениях проходить например и кризис с работой вот кризис с карьерой да то есть лучше за раз лучше проходить один кризис то есть конечно бывает такое да когда человек сразу же одним махом отсекает да то есть все я там развожусь уезжаю в другой город и начинаю новую карьеру в новом деле то есть в это даже в этом случае я советую все-таки за что-то задержаться до зацепиться за что то есть например когда я уезжал из волокна в москву да я при этом еще и разводился параллель да то есть два кризиса одновременно до места дели вместо жизни и это сам но я не менял работу я как волок где был журналистом так и в москве первые годы я работаю журналист а потому что за что-то надо было зацепиться если я еще работу другую себе поменял бы в это время и меня бы это просто вот поэтому вот такая методология методология прохождения кризиса насколько понятно если понятно напишите что все понятно если есть какие-то вопросы я готов отвечать на ваши вопросы я в кризисе брилась на лысо я знаю у меня приятель один тоже на лысо побрился напоминает на погружение на большую глубину с аквалангом до есть есть проиграть спектакль роль я в кризисе ну да это здесь есть такое да то есть когда мы там надеваем халат какой-то до кризисный халат мы как бы себя наблюдаем пожалеть себя можно какой-то жалко чувак так я готовлю когда в доме 8 перемен еды мать в кризисе да то есть заранее накидать на самом деле можно проходить даже в течение дня можно проходить такие мини-кризисы за полчаса то есть если вы насобачитесь да то это можно очень быстро проходить просто там лег на диван полежал полчаса подумал о жизни вот что-то что-то переосмыслил кризис плачу в ванной вода очищает слезы освобождают нам да это будут у каждого свои ритуалы там они постепенно выражают вырабатываются на какое время такое пороже погружение в зависимости от сложности кризиса да то есть это может быть и неделя это может быть и две недели до больше я не советую потому что физически просто тело не тело не выдержит вот но в целом я считаю что ну там нормальный на средней глубины кризис это там 3-4 дня но я советую до потренироваться на кошечка я советую пройти именно такой учебный мини-кризис на какую-нибудь тему вот я вам я не буду вас естественно просить рекомендовать не я понимаю что не все готовы к этому вот но если кто-то готов то вот попробуйте пройдите на этой неделе например на следу ну на это вернее недели устроить и себе такой мини-кризис прям по науке да с снять с подготовкой расслаблением входом медленным да вот сам кризис там денек-два полежать там выходные под выходные его можно подгадать и постепенный выход из кризиса то есть если вы его сделаете да то есть как бы сначала мы играем в это да то есть мы проходим и в случае необходим вы все равно вы эффект почувствуете вы обязательно у вас обязательно будут какие-нибудь очень крутые инсайты неизбежно неизбежно просто их не может не быть да так же как если на пробежку выходишь да вне зависимости что ты по этому поводу думаешь да и полчаса бежишь у тебя эндорфины появляются появляется ощущение радости от бега на свежем воздухе так ушла работать на монотонную работу чтобы выбраться из кризиса да я кстати говоря сценаристом нашим я советую работать выбирать работу монотонную то есть не творческую работу то есть если вам нужна работа чтобы зарабатывать деньги самая тупая монотонная работа а еще лучше работать где вообще ничего делать например работа сторожа а вот это то что надо скажем сценарное мастерство очень плохо сочетается с журналистикой по себе знаю очень плохо сочетается потому что и там творческая работа и там творческая работа так уволила кислотных сотрудников в воздух стало легче да так было такое с проводниками я пришла к чему-то что лежала у меня лет десять я это не замечал совершенно верно очень часто такое такое бывает вот ольга пишет сменить работу мужа квартиру и страну и пол вот вы смеетесь а на самом деле ничего смешного в этом нет то есть мы вполне может быть такое да что у человек человек этого не замечал до что ему надо полцами да я не не занимаюсь и пропагандой в оксе да ну бывает есть там какое-то количество какой-то процент населения да как если человек находится в обществе который не вообще никак не объясняет что с человеком происходит человек там с ума сходит а он просто гей например нужен кризис для того чтобы это понять живет человек в деревне например в глубинке там слов то таких не знаю так на самодисциплине 23 родился замысел фильма выхода из кризиса давайте не отвлекаться на на фильмы сейчас мы работаем о том что так сколько примерно длится такой период выхода из кризиса опять же в зависимости от глубины до 23 дня так если ключевое действие затруднительно или невозможно сейчас как переезд или нету денег например ну соответственно значит нужно да если например нужен переезд какой-то дата надо искать способ дистанционно решить скажем круг общения то есть переезд для чего вам для того чтобы общаться с кем-то да значит общаться можно дистанционно учиться где-то можно дистанционно вы данила у нас учитесь мастерской вы дистанционно учитесь нормально что еще надо сейчас дистанционно можно делать все а вот что касается там нету денег ну так заработайте денег там проблем не вижу никакой проблемы денег в мире полно я понимаю что нельзя заработать в мире денег да там где дефицит денег нас в мире вообще мир гипер насыщен деньгами денег просто наклоняешься зачерпываешь и подбираешь ситуация изменится через какое-то время я думаю что мы вообще пройдем через гиперинфляцию через то есть но у нас сейчас очень большое количество долга в мире корпоративного государственного в том числе да у нас сейчас самая богатая в мире страна америка имеет долг 30 по моему 30 не 4 или триллиона долларов и скорость увеличения этого долга увеличилась тотально то есть еще летом долго 32 миллиона до сейчас 34 к чему это приведет но это приведет к долговому кризису неизбежно неизбежно каким он будет но два варианта либо дефолт либо гиперинфляция я думаю что будет гиперинфляция с деньгами просто завалят все деньги потеряют потеряются но сейчас до этого до этого еще долго деньги сейчас можно зарабатывать так был неосознанный кризис по нескольким направлениям чуть не сдохло переезд развод работа жизнь то есть опять же если вы понимаете это да что допустим нужно сделать переезд я скажем 10 лет сидел в вологде и я особо то есть ну как-то я думал что надо вообще-то надо переехать куда-то питер или в москву вот но когда опять у меня произошел какой-то кризис да я понял что все я здесь больше не хочу оставаться там было конкретное событие которое к этим мыслям при меня привело я понял что я в этом окружении больше оставаться не хочу а вот и я помню момент принятия решения сиделку я тогда курил еще вот сижу в этом самом в редакции тыкаю сигарету в пепельницу и говорю так ребята мне 26 лет я до сих пор ни разу не выигрывал конкурс мисс бюрт вот ну типа пошутил так встал пошел на вокзал купил билет в москву и на следующий день утром на следующий день вечером уехал в москву и на следующий день утром я приехал в москву и пошел по всем известным мне адресам в один адрес 2 адрес 3 адрес нашел работу концу дня я нашел работу и нашел жилье себе и все потом вернулся чтобы уволиться с работы и там вещи собрать все и следующее это было типа в четверг и в следующий понедельник я уже вышел вышел на работу уже москвичом то есть решение принято все вся вселенная за тебя кто те кто тебе может помешать если ты принял решение развод то же самое тоже у меня там кризис зрел зрел я уходил возвращался уходил возвращалась так мучительно был психологом там все но когда стало понятно что мы не можем студенческий брак ошиблись и дальше продолжать это еще как бы мучить друг друга зачем развелись в одно мгновение да и все и и все и слава богу после этого я там уже 20 24 года я уже счастлива женат с другой женщина мог бы продолжать мучиться и ее мучить и себя мучить с первой жены до работы то же самое сейчас вообще никакой проблемы нет до менять работу но нам немножко проще творческим людям проще да потому что у нас не работа у нас творческие проекты сделал проект закрыл следующий начинаешь и параллельно можно несколько разных проектов вести поэтому выгорание не происходит удивительно как складывается пазл во вселенной то что не сейчас больше всего необходимыми не кризис контролируем ура самое время может ли быть кризисом поменяла работу так как понимала что на старой работе достигла потолка и нет развития сейчас новая работа схожая сфера но больше всего сейчас идет серия работы с учениками может ли окончание с головой в новую работу быть кризисом да конечно естественно он может быть уже этому учили на магида у меня был урок по кризису на практической магии два года назад до рассказываю так слушаю понимаю за год нужно подготовиться глобальному кризису переезду в другую страну но и в любом случае да даже если у вас не будет возможности скажем на этой неделе тест-драйв такой кризис то есть я советую провести такой управляемый тест-драйв мини-кризис а вот если нет возможности это делать в любом случае вот у вас есть методология сохраните когда вы почувствуете в следующий раз вас кризис будет надвигаться вы скажите о этот это то что молчанов говорил то есть не доводите дело до жопы да лучше прожить кризис чем оказаться в жопе жопе нам не никакого никакой необходимости оказывается в жопе нет лучше пройти кризис вот то что я хотел вам сегодня рассказать напоминаю друзья что у нас полным ходом идет набор на сериальный онлайн-курс и если кто-то из вас у кого-то из вас кризис связан с творчеством с тем что надоело надоело работать на работе них они хочу быть этим самым столбовой дворянкой хочу быть владычество морское то владычество морское можно быть у нас на курсе у нас сейчас сколько посмотрел там типа треть участников уже треть места уже занята какое-то количество участников придется с этого самого с текущих наших курсов до какое-то количество придет участ на прошлой неделе у нас был бесплатный курс такой подготовительный курс или сериал начала оттуда уже тоже там народ уже пошел я думаю что оттуда придет так что ну кого-то из вас могу взять не всех конечно пару-тройку человек отсюда тоже могу взять так хорошо понятно ли домашнее задание если понятно домашнее задание напишите что все понятно если есть вопросы по домашнему заданию задайте вопросы и также как и всегда мы делаем все по нашей программе каждое утро весь год мы с вами каждое утро делаем фоточки с улыбками и каждый вечер пишем отчет то порадовало отчет писать важнее чем делать все остальное то есть если вы пишете отчет да именно это и есть работающее вещество нашего тренинга поэтому пишите отчеты обязательно вечером возвращайтесь вспоминайте день свой вы поразитесь да даже скажет сегодня ничего не порадовало начинаешь вспоминать а нет вот это порадовало бывает бывает так что вот прям ты сидишь так вечером блин день вообще какой-то пипец вот начинаешь вспоминать окей хорошо а вообще хоть что-то мне нравится нравится делать из того что я делаю ну вот я утром встал зубы почистил зубы мне нравится чистить ну нравится хорошо вот зубы почистил, понравилось. Дальше душ принял. Я ледяной душ принимаю всегда. Для меня это кайф такой, эндорфин. Вот душ принимаю. Нравится? Нравится. Окей. Дальше я там я тогда, у меня работа тогда была адская. Я к 7 утра ездил на работу. Я вставал в 5 утра, в полшестого. Вот. И в 7 утра я уже должен был быть на работе, на другом конце города. Вот я выхожу. Черная ночь. Холод. Ноябрь. Да, я выхожу, а в наушниках у меня играет группа Camel. Art-rock. Вот. И какой кайф. Мне так тепло от этой музыки. И вот я еду. И вот так вот по всему дню проходишь. Вот это порадовал. Вот это порадовал. Вот это. Приехал на работу. Кофейку себе забодяжил. Сидишь, пьешь кофе и новости читаешь. И постепенно просыпаешься. Смотришь. Люди ходят. Журналисты пришли к 8 часам. И вот так весь день вспоминаешь и понимаешь, что на самом-то деле это радость и это радость. И это радость. И дальше, следующий день, когда проживаешь, ты просыпаешься и думаешь блин, впереди... То есть вот только что ты одни о своем думал, что это день какого-то трэша адского. То есть ужасная. Какая ужасная, кошмарная жизнь. Вот. Хотя тоже с другой стороны. Я понимаю, что если другой кто-то там посмотрел бы на мою жизнь тогда и сказал бы, чувак, вот ты вообще офигенно живешь. Работаешь шеф-редактором деловой газеты «Взгляд». Да, большой начальник, 50 подчиненных, отдельный кабинет. Я в то время еще во ВГИКе учился. То есть учишься во ВГИКе, да, пишешь сценарий. Вот. А это, ну, вот, как бы каждый день работаешь, а вечером еще в ВГИК, вечером лекции. В субботу мастерство, в субботу первый просмотр в 9.15. То есть все высыпаются, все отсыпаются, все на работе отсыпаются. А я к 9.15 топаю во ВГИК смотреть фильмы. фильмы, потом лекции, потом еще одно занятие, да, то есть в 9.15 начинается, и в 6 вечера заканчивается. Полный день. Трех часов мастерства. Вот. И так два года подряд. Вот. И еще, и ты понимаешь, что это невероятно счастливая жизнь, да, то есть то, что казалось тяжелым, трудным, мучительным, да, смотришь, блин, да я кайфую просто. Вот. Поэтому все хорошо. Все у нас хорошо. Окей, друзья, большое вам спасибо за ваши комментарии. Вы мне очень помогаете своей обратной связью, своими комментариями. И, естественно, я там каждое утро, когда там отвожу ребенка в школу, фоткаюсь там возле ВГИК школы, и сижу, потом еду обратно, просматриваю ваши улыбки. Это, конечно, очень сильно заряжает, да, то есть мы каждый вкладываем, вкладываемся в общее поле, да, и мы можем от этого поля подкидываться радостью. Ее становится больше. Мы ее не отдаем, а мы ее умножаем количеством этой радости. Все, пока-пока. Увидим. А, вот самое-то главное, ребят. Я на этой неделе уезжаю в конце недели, и, соответственно, на следующей неделе меня не будет. Но я запишу урок завтра, то есть эфира на следующей неделе не будет, прямого эфира. Но я запишу, завтра запишу прям видеоурок, и я его выложу, он появится здесь, надеюсь, что появится. Я посмотрел, вроде есть отложенная публикация ВКонтакте, надеюсь, что все пройдет нормально. Я его выложу, чтобы он отложенной публикацией появился здесь в понедельник в 12 часов. Соответственно, вы там, начиная с 12 часов, сможете запись эту послушать. Надеюсь, что он будет, может быть, не такой объемный, как обычно. Но тема там тоже не такая, не самая простая будет. Все, пока-пока. Ну, а через две недели, в следующий понедельник, мы уже снова увидимся в прямом эфире. Продолжение следует...